Продолжение следует... У каждого из нас несколько социальных ролей, но на данном отрезке времени какая-то роль все-таки главенствует. И вот мы в ней осваиваемся, так нам хорошо, обустраиваем все, как нам нравится, но в какой-то момент ощущаем, что стало тесно. Правильно описываю ощущения? Похожи? Похожи. Я являюсь мамой четырех сыновей. На данном этапе нахожусь в затяжном декретном отпуске, так как третьему ребенку у меня три с половиной года, а четвертому год. Ну и немножечко я погрязла в этом состоянии. Хорошо, хорошо с детьми, но иногда хочется чего-то больше. Предлагаю сразу определиться, как я могу обращаться, как комфортно. Давайте обращаться на «ты». Я тебя прекрасно понимаю. Конечно. Быть мамой здорово. Дети приносят много удовольствия. И все-таки что начало напрягать? Напрягает. Не могу сказать, что у меня день сурка ежедневный, так как с бытом и детьми мне помогают старшие дети, мои родители и муж. Младшими детьми мы очень заряжаемся. Они дают нам много эмоций, энергии. Но, естественно, это же не преграда всего, и поэтому хочется понять, кто я еще, кем я являюсь. Это классно, что у тебя хорошая семья. Я вижу, что ты не чувствуешь себя брошенной, что ты там тащишь все на себе. Это отлично, что этого ощущения нет. Но в какой момент появилось вот это вот чувство, вот поискать себя, кто же я еще? У нас 21 век, да, получается век возможностей, век интернета. Ты на каждом шагу, в каждом телефоне можно увидеть, как все успешны, как развиваются. То есть ты смотришь на других и чувствуешь, что ты что-то не доделаешь? Что я немножечко чего-то отстаю. То есть в какой-то степени, ну, на самом деле я понимаю, что я иду на три шага вперед. То есть я ращу будущее поколение и знаю прекрасно, что скоро станет легче. Я знаю. Но, мое любимое, но, получается, что хочется и раскрыться самой, посмотреть, что я еще могу, где мой резерв. Мне чего-то еще хочется. Возможно, это будет то, в чем я смогу свою тревогу и стресс преодолевать. То есть все равно он присутствует. Когда я сажусь в машину, да, и куда-то еду, я включаю громко музыку. То есть я понимаю, что что-то меня беспокоит, и я ее делаю громче, могу громко попеть, да. Ну, то есть себя немножечко вернуть в такое состояние, которое... Состояние веселого, чтобы, ну, немножечко себя, может быть, даже обмануть. Так как иногда дети плачут, да, и истерики закатывают. Малыш часто за мной гоняется, потому что я его кормлю еще. И все это вроде я понимаю, и науку читаю, да. И вот все равно чего-то не хватает. Ты уже сказала, что это чувство больше всего тебя беспокоит, когда ты листаешь ленту. Видишь, что там какая-то женщина, мало того, что она мама, у нее, например, цветочный магазин. А у этой, мало того, что она мама, у нее, например, там салон какой-то красоты. Да, или кофейня. Меня завлекает кофейня. А ты вроде как никто. Ну, вот, да. Думаешь так про себя, что я никто? Ну, просто, что у меня еще нет кофейни. В тот момент, когда ты не листаешь ленту социальных сетей, тебя внутри это чувство беспокоит? Или только, когда ты смотришь на кого-то еще? Беспокоит меня другое. Я очень активный человек, и я знаю, что мне всегда куда-то нужно. То есть вот так с детства сложилось, что на меня было возложено, точнее, меня, наверное, восхвалили, то, что, ой, Ульяна все успевает, какая она молодец. И огурцы посадила, и с дедушкой на дачу съездила на автобусе. Вот, то есть это за счет того, что мне всегда говорили, какая я молодец, я понимаю, что сейчас я сама себе даю отчет, а где же я молодец? Давай попробуем найти эти пункты, где ты молодец. Итак, ты мама большой семьи, и из которых двое очень маленьких. И это уже огромная работа и огромная нагрузка. В этом ты молодец. Молодец. Расскажи, что еще ты делаешь, и в чем ты молодец? Да, у меня большой дом двухэтажный. Молодец. Правда, живут пять мужчин. Мне кажется, даже и говорить больше ничего не надо. Ну, в принципе, ухаживаю за домом. Ну, еще люблю цветы сажать. А так больше на огороде у меня ничего нет. То есть я люблю красоту. Итак, у тебя дети, большой дом, участок с цветами, и ты все считаешь, что что-то еще недостаточно делаешь. Недостаточно молодец. Недостаточно молодец, да. А когда ты будешь чувствовать, что ты молодец? А, я еще не поняла, когда. Я еще с этим работаю. А вот это чувство молодец, оно для кого-то кто-то должен сказать, что ты молодец? Мне всегда это говорят, до сих пор родители. Потому что у нас такая семья большая. Я люблю праздники устраивать. Вот как в детстве в однокомнатной квартире моя мама умудрялась собирать родственников. Это все в однокомнатной квартире. Каким-то образом. До сих пор для меня это удивление. Вот она молодец. Она вот молодец, да. А сейчас получается такая ситуация. У нас дом, большой стол. Это все, о чем я тоже мечтала. Веранда, на которой мы собираемся часто. Чтобы дети, наши дети поняли, что такое семья. То есть ценность семьи у меня очень возвышена. Даже вот старший, да, говорят. У тебя нет такого ощущения, что когда мы спрашиваем про тебя, ты как будто, знаешь, вот в школе тебя вызвали к доске, и ты отчитываешься. Вот у меня здесь огород, я люблю цветы, у меня, правда, больше ничего нет. У меня пятеро мужчин, я стараюсь, я справляюсь, но сами понимаете, носки тоже вот у меня множатся. Ценность семьи у меня достаточно высокая. Но такое ощущение, что ты не рассказываешь о своей жизни, не хочешь поделиться, или спросить совета, или просто поддерживаешь беседу, а как будто ты отчитываешься. Ты не чувствуешь себя все время как будто у доски. Я не знаю, когда, в какой момент это пришло ко мне. Я не могу ответить на этот вопрос. А ты была хорошей девочкой в детстве? Нет. Я вообще никогда не была. Ну, опять-таки, я всегда себя считала хорошей серединой. Потому что, да, учиться хорошо мне было скучно, я всегда искала момент, как договориться, так, чтобы мне было хорошо, и оценка была тоже для родителей подходящая. Хотя меня никогда не ругали за оценки. Детей за оценки я тоже не ругаю. Я им говорю, что самое главное качество в жизни – это быть, скажем, на виду, уметь найти контакт с любым человеком, с ним договориться. Что такое быть на виду? Найти контакт с человеком и уметь договориться, я считаю, тоже прекрасным, важным качеством. Это правда. Что такое быть на виду? А это когда ты заходишь в класс, как мне сын говорит, мам, меня одного зовут Гриша, а всех остальных там, Петров, Иванов. Вот он говорит, и я вспоминаю себя в школьные годы. И действительно, для меня тоже было важно, чтобы меня учитель звал по имени, а не называл там, а как вы там эти на пятых рядах. То есть вот это мне, конечно… Чтобы тебя увидели, чтобы тебя заметили. Знали. Немного, чтобы ты отличалась от других для кого-то. Ну, это тоже вот про то, какое впечатление я произвожу на людей. Хорошо. А вот это вот кофейня, это вот моя мечта, потому что я хочу утром заварить кофе и смотреть из окна своей кофейни, или это для того, чтобы я смогла, ну так, если честно, запустить себя и четверых своих сыновей, а это у меня еще и кофейня. И это тоже, да. Второе, скорее всего, потому что очень я люблю все красиво, но только не для людей, а для себя. То есть я, во-первых, еще, не во-первых, а вообще еще люблю фотографировать. Это, кстати, качество привил мне мой папа. В те времена же фотоаппарат был, Фэт, он назывался, он висел у него на груди. Мы часто ходили гулять, и он всегда нас фотографировал. Ну вот он нам никогда не говорил, так, встали, смотрим сюда, повернулись так. То есть его фотография была внезапная. И потом, когда мы с ним распечатывали эти фотографии в ванной, вместе, удивляясь, то, что действительно получаются именно живые фотографии, это те, которые, ну, момент какой-то жизненный, да, передает, вот, поэтому и у меня это все сейчас присутствует. Я вижу, главное, тебя очень вдохновляет твоя жизнь, та, которая есть. Твоя семья, твои дети, ты любишь всех фотографировать, тебе нравится твой дом, взаимодействие с родителями. Это же вообще все прекрасно. Что не так? Какую еще социальную роль ты хочешь найти? Я хочу быть независимой от мужа. Я не хочу отчитываться, почему я хочу потратить на себя 100 тысяч. Вот такая у меня есть. То есть, скорее всего, это денежный вопрос, к сожалению, да, потому что все-таки люди творческие, они должны жить тем, что вот им нравится. Ну, в принципе, так это и происходит. Я там каждый цветочек фотографирую, да, ну, нравится он мне. Даже слежу, могу сидеть в кустах, пока вот он будет распускаться на видео, монтировать. То есть все это мне откликается. Но я денег за это не получаю и совершенно делаю это для себя, для своего удовольствия. Ты заметила, что про фотографии, про то, как распускается цветочек, про воспоминания, связанные с отцом, ты говоришь больше, чем о чем бы ты ни была. И об этом говоришь так, что у тебя глаза загораются, и Марина отметила, что насколько вот эта любовь к тому, что ты делаешь. До этого ты говоришь, я хотела бы узнать, кем я могу быть еще. Потом у нас появилась какая-то кофейня, потом еще какие-то моменты. А сейчас единственное, о чем ты говоришь, вот, и тебя невозможно остановить, просто невозможно, это именно о фотографии. Да, фотографии и монтаж. И монтаж. Много людей сейчас таких, то есть вот это же самое. Стоп, 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 подожди. Какие люди? У нас нет никого, есть только ты. Давай с этим разберемся. Если сейчас все, что есть в твоей жизни, тебе нравится, и есть дело, которое тебя зажигает, и ты просыпаешься утром и готова сидеть в клумбе, пока там цветочки не распускаются, то мне кажется, это невероятная включенность и вот это состояние потока, которое... У тебя слезы на глазах сейчас? Ну да, я вспомнила сейчас недавно, как я за цаплей наблюдала. Просто у меня на руках был годовалый ребенок. Недавно мы прилетели с отдыха, мы были в Египте, и рядом с нами было такое красивое место, там были камни, и на них прилетела цапля, серая и белая. Видно, у них были какие-то отношения. В этот момент у меня был маленький ребенок на руках, потому что муж смотрит за трехлеткой, у меня Ефим под мышкой, и я увидела цаплю белую. Она была настолько прекрасна. А что ты почувствовала? Я почувствовала, ну, я хотела увидеть ее лицо ближе, но как бы сама не особо удобная ситуация, то что у меня под мышкой был ребенок, а телефон я пыталась приблизить. Снимала, бегала за ней, нравилась она мне. Почему слезы? Слезы? Ну, это эмоции, положительные эмоции. Ты очень много рассказываешь про обстоятельства, но вот когда ты заговорила, точнее, когда я рассказывала о том, что мне невероятно впечатлила вот эта вот включенность, эмоциональность и готовность сидеть и смотреть, как распускается цветок, ты чуть не заплакала и вспомнила цаплю. Вот что ты чувствуешь в этот момент? Я чувствую совершенное, ну, счастье. То есть у меня вот этот тот, да, момент, наполненность, которая, я понимаю, что постоянно... Которой не хватает. Не то, чтобы не хватает, мне кажется, наоборот, я заряжаюсь настолько вот этими путешествиями и той цаплей, которая будет греть меня до следующего путешествия... Наполняет тебя больше, вот впечатляет тебя именно возможность путешествовать, наблюдать или возможность зафиксировать это, сфотографировать, знать на видео. Зафиксировать в своей голове. То есть этими моментами я живу. То есть пока растут дети, то есть у меня такой режим экономии включен. То есть я даже знаю, зачем мне нужно путешествовать. Я хочу видеть себя счастливой. И в тот момент, когда природа сама ко мне приблизила, ну, интересную ситуацию, то есть вот оно вроде бы, ну, обычные птицы, а мне вот хорошо. Как мне это помогло? Рина, ты заметила, что ты говоришь, я хочу видеть себя счастливой. Ты не говоришь, я хочу быть счастливой. У тебя очень много через видеть. Да. Может быть, это такой творческий взгляд человека, который за камерой. Я такое встречала у художников, которые говорят, я вижу мир как будто через призму картины, или видеокамеры, или фотоаппараты. Но как психолог я часто вижу это еще и у людей, которые мало смотрят вглубь себя, да, мало обращают внимание на свои чувства, а больше на то, как выглядит картинка. Ну да, скорее всего, такое есть и во мне. Потому что очень много «но» во мне бывает часто. И, как говорят психологи же, что ты тот, кто боится побыть наедине, да, тот что-то от себя скрывает. У меня тоже такое есть. Самый страшный триггер, я боюсь одиночества, да. А вот если ты остаешься сейчас одна, что ты делаешь? Я занимаюсь цветами, пою громко, потому что таким образом я... Опять-таки, если я одна, значит, снимаю стресс большой семьи. То есть когда ты в большой семье, все громко говорят, какие-то постоянно дела, тебя о чем-то спрашивают ежесекундно. То есть ты не совсем принадлежишь себе. Да, да. Моего времени для меня как такового нет. То есть вот эта вот кофе-пауза, которую я обожаю утром, да, хотя бы в своей кухне, не в своей будущей кофейне, у меня она сейчас, ну, не такая, как я ее себе представляю. Потому что как только включается кофе-машина, дети начинают чувствовать то, что я хочу уединиться или сконцентрироваться на завтраке. И мешают мне. Ты действительно хочешь какой-то деятельности? Или просто тебе нужно время для уединения? Побыть наедине с собой? Деятельности на самом деле не хочу. Так что мы тогда ищем? Я что-то не поняла. Потому что когда я начинаю глубоко копать, я понимаю, что действительно для деятельности очень много нужно, очень нужно много времени, затрат ресурсов, своих сил. У тебя нет ответа на этот вопрос? Так и скажи. Мне кажется, ты немножечко путаешь и себя, и немножечко путаешь нас. Вот именно в том, что, а что же на самом деле хочется? С одной стороны, получается, хочется и паузу, но не так, как у меня она получается. У меня так много есть, и я это ценю и люблю, но мне иногда чего-то так сильно не хватает, и это трогает мою душу, но я не могу уделить этому достаточно времени. Про что все-таки вот эта внутренняя тревога, о которой ты говоришь, как часто ты ее испытываешь? Тревога – это же очень туманное чувство, когда у меня как будто внутри не определено. Поэтому и Марина спрашивает, а что мы все-таки ищем тогда? Мы немножко потерялись. Когда тревога появляется? Это чувство, оно закрытое. То есть когда я начинаю суетиться, мельтешить, много говорить, видимо, оно как раз-таки где-то глубоко. Я не могу самостоятельно с ним разобраться. Она всегда с тобой? Ты просыпаешься утром? Она уже есть? Нет, конечно. А когда она появляется? Скорее всего, мне кажется, когда я испытываю стресс, я начинаю себя сразу бодрить и говорю, так-так-так-так, все будет, подожди чуть-чуть, подожди, дети маленькие, сейчас когда-нибудь что-то произойдет, и мне станет хорошо. А как хорошо, я не знаю. Ты когда-нибудь плачешь? Сентиментальность меня всегда трогает. Нет, опять про хорошее. Послушай, давай уберем вот эту хорошую девочку. Я, да, да. Ну, наверное, я плачу, только я этого не помню. Скорее всего, это больше выходит в гнев, чем в плач. Отлично. Ты разрешаешь себе обижаться, злиться, гневаться? Конечно, я очень часто плачу. И нет, неплохая девочка. Это опять внешний момент. Смотри, что я вижу. Ты говоришь обо всем всегда, переводя в позитивное русло. То есть как будто всегда нужно держать марку. Не обязательно марку хорошей девочки по поступкам, но выглядеть всегда, как будто ты хорошая девочка. Допустим, что-то произошло, но мы быстренько это уберем, чтобы это не было видно. То есть мы создадим всегда фасад хорошей семьи, счастливой женщины, самодостаточной, которая хочет еще кофейню. То есть как будто я вот такое создала для себя, и я не позволяю себе быть несовершенной. Знаешь, был такой старый-старый фильм про домохозяек. И вот сейчас ты мне его напомнила. Там смысл такой, что приезжает пара в маленький городок, и там все идеально всегда накрашены, всегда в идеальных платьях. У них великолепный газон, они все время наготавливают какие-то пончики, капкейки и все остальное. А женщина не понимает, как такое может быть, потому что она иногда злится, она иногда не высыпается, у нее сложности с мужем. Она иногда с детьми, у нее что-то. И у нее не хватает времени на цветы. А потом она выясняет, что все остальные женщины роботы. Тебе не кажется, что ты немножко из себя пытаешься создать какого-то идеального робота? Этот позитив, он соответствует внутреннему миру. Потому что когда я радуюсь, я рада. Но если мне тяжело, мне не надо показывать, что я рада. Вот этот покер-фейс, это же очень напрягает. Нет, 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 вот этого во мне точно нет. У тебя есть ощущение, что в целом твой труд, конкретно твой, и вообще материнский труд в частности, недооценивают? Думаю, конечно, есть ощущение. Ты прекрасно знаешь, как тяжек даже один день бывает. То есть день за два. То есть у меня последнее время с годовалым ребенком день за два идет, потому что он чересчур активный. Все ему нужно именно не игрушки, которые раскиданы по всему дому у нас, а взрослые бытовые вещи. Вот мы когда же отдаем, мы отдаем ресурс. Нашим детям, мужу, дому, цветам мы создаем. Когда ты идеальный, когда ты не идеальный, но ты все время стремишься к какому-то идеальному, красивому, да, к какому-то образу. Насколько вот... И это, кстати, мне кажется, неплохо. Это чудесно, это великолепно. И ты так много отдаешь этого ресурса, но получаешь ли ты столько же? Есть ли здесь гармония? Вот мне кажется, Марина больше про это. Про благодарность, про то, что даже не в смысле спасибо, я уверена, что тебе говорят спасибо, а именно внутреннее ощущение наполненности от того, что ты получил столько же, сколько отдал. Дело в том, что мы же вкладываемся в будущее. То есть про детей. Я чувствую или нет, я не чувствую. Я правильно понимаю, что ответ нет? Нет, не ответ нет. Ответ ближе к истине. То есть я чувствую... Она не может сказать нет. Это неправильно. Это неправильно. Тогда она будет не молодец. Потому что вот смотри... Это не должно быть. Вот я сейчас тебе скажу, что чувствую я вот в процессе нашего разговора. Ты сначала сказала, что ты хочешь найти еще какую-то вот одну роль в себе, потому что вот этого как будто бы очень мало. Но я точно знаю, что то, что ты делаешь, это не мало. Это очень-очень сильно много. Еще у тебя проскользнуло вскользь, что ты хотела бы быть финансово независимой от Можна. Но потому что за материнство у нас не платят. Не платят. Есть оплата отпуска по уходу за ребенком, но она значительно меньше той зарплаты, которую ты получаешь. Правда? У тебя есть какая-то сумма, которая просто вот мамина по определению, в нее никто не вторгается? У меня достаточно таких возможностей. То, что я могу ее потратить на себя, эту сумму, но почему-то я этого не могу сделать. В плане того, что опять-таки все должно быть вот вместе. Скоро же в школу. Да, рационально израсходовано. А тут ты на себя вдруг разом потратишь 30 тысяч, например, рублей. Хотя на самом деле я даже не знаю, что бы я купила на эти деньги. То есть зачем они бы мне были нужны? Просто, наверное, это тоже какой-то загон. Потому что я вот сейчас думаю, значит так, финансово какой-то недостаточности, да, вот именно, чтобы я пошла и купила себе что-то, я не испытываю. И муж мне говорит, вот возьми, иди. А я говорю, понимаешь, я хочу вместе. Я хочу вот... Потому что так вроде так же нужно. А мне именно этого и не хватает. То есть мы так редко сейчас бываем вдвоем. Он тебе ничего не запрещает. Я правильно понимаю? Не запрещает. Но тебе хочется, чтобы он пошел вместе с тобой и сказал, боже, как тебе красиво. Покупай, ты самая красивая. Возможно, мой как раз таки вот этот вот постоянно нужный внутренний мир, да, то есть именно он, его оценка для меня очень важна. Ну, муж у меня сдержанный человек. То есть он постоянно работает. То есть обеспечивать такую семью непросто. Наверняка кто-то сейчас скажет, что вот Ульяна просто бесится с жиру. Вот условно, да. Что вот, и все, и то у нее есть, и это у нее есть. И чего же ей такой вот, значит, не хватает? Мне кажется, что здесь вопрос не про не хватает именно. А вопрос про то, как я себя в этом во всем чувствую и что я позволяю себе чувствовать только для самой себя. Потому что я вижу, что Ульяна очень любит свою семью. И она на самом деле получает удовольствие от всего, что она рассказывает. Но вот время только для себя. Что бы ты сделала, если бы у тебя был целый день только для себя? Что бы ты сделал? Я давно хочу помогать людям. Мне не хватает благотворительности. Я всегда это чувствую. То есть у нас кафе, цапли, благодать. Не-не-не, для себя, Ульяна. Нет, ты меня не проведешь больше. Больше мы не уйдем по этим кривым дорожкам. Люди, прекрасная благотворительность, чудесно, все будет. А когда настанет тот момент, когда Ульяна позаботится о себе? У нас недооценена роль женщин именно как мамы. А это, мне кажется, она вообще основополагающая роль. Из-за нее, наверное, нет той благодарности, которую можно было бы отдавать. Она не меряется ни материально, ни морально. И это не само собой разумеющееся. А это самое лучшее, что только может быть. И в этот момент женщина забывает немножечко о себе. Я, пройдя весь этот путь, точно знаю, что в этот период ты работаешь гораздо больше, а получаешь гораздо меньше. И от этого очень многие устают. Конечно. Ты вот сейчас, Марина, взяла и поломала мне целую психотерапевтическую сессию. Действительно, так оно и есть. Но я хотела, чтобы Ульяна дошла до этого самого. Когда я у нее спросила, что ты для себя это делаешь, ты заметила, что она замолчала на минуту. Она вообще еще много говорит. Особенно о цаплях, детях, мужьях. Она все время говорит. Мы даже иногда не можем как-то вклиниться в то, что она нам говорит. Но когда мы спрашиваем, Ульяна, а что бы ты сделала только для себя? Она молчала. Потом она собиралась еще о ком-то заботиться. Мало же еще четверых детей и мужа. Ну, нужно еще там взять три-четыре каких-то благотворительных фонда. Нет, Ульяна, мы не берем больше никого. Нам достаточно для себя, что ты сделаешь для себя. Я уже вспомнила, что я хочу. Это далеко просто я чуть-чуть отодвинула. Я бы в вагон запрыгнула. В Питер я хочу съездить. На выходные с мужем вдвоем. Но не для себя, а для вдвоем. То есть вот нет такого для себя. Мне одной будет скучно. Хорошо, не надо ездить никуда одной. Мы уже поняли, что тебе немножечко не достает. Я думаю, ты сама уже поняла. И возможно, сегодня придя скажешь об этом мужу, что ты настолько мне дорога, я так сильно тебя люблю, что давай побудем вдвоем. Мы мама и папа большой семьи. И это невероятно здорово. Но возможно, сходить на свидание, даже в свою собственную кухню. И пускай это будет, не выходя далеко из дома, но это будет только наше свидание. Я не думаю, что мы будем трогать такую интимную сторону. У тебя опять слезы на глазах. Но нет, Ульяна, ты меня не проведешь даже с мужем. Давай дальше. Ты опять мне говоришь, но это не для себя. Поэтому мой вопрос только для себя. Я бы уехала. Куда? В горы. В горы. Да. Хорошо. Что бы ты там делала? Ну, настроила бы свой внутренний, чуть-чуть угасший мир. Скажем, просто побыла бы, созерцала. Я люблю просто. Вот красоту, она мне нужна везде. Ну, хватило бы мне на это несколько дней. То есть, не так долго. Ну, здесь это про отдых, получается? Да, про отдых. Про маленькую паузу, которую я хочу взять. Да, да, да. Ну, я не знаю, Ирина, вот честно, не могу даже, вот запуталась я просто. Сказали, что бы ты делала? Я бы, может, и книгу почитала, но мне, может, через полчаса стать. Нет, скучно. Я не могу сказать, что бы я сделала. Потому что об этом не думаешь никогда. Да, я не думаю об этом. Хотя знаю прекрасно, что должна об этом думать. Господи, кому должна? То есть, или вот этого прямо слова, у меня триггера. Кому ты задолжала? Задолжала? Это долг. Ты должна. Ты должна закончить школу. Должна быть хорошей матерью. Ты должна быть все вместе. А все другое, мне кажется, что это эгоизм. А почему ты думаешь, что эгоизм это плохо? Это хорошо, но это не про меня. Я все время пытаюсь примерить себя по поводу, ну, так вот, я так хочу, и все, да. Не получается у меня так сделать. Поэтому это неплохо. Но я так пока не смогу. Ир, давай, может быть, мы здесь проведем какую-то границу между здоровым эгоизмом и нездоровым. Да, конечно, конечно. Отношение к самой себе это самое первое отношение для человека. Ты тот человек, с которым ты проживешь всю свою жизнь. И это гарантированно. Умение понимать саму себя это первое качество, которое делает человека взрослым. Я искренне восхищена тобой. Искренне. Но при этом я вижу девочку, которая как будто так много думает о других и о том, как она должна много делать, и что, возможно, этого недостаточно. Но ни одной секундочки не думает про саму себя. Я вообще не понимаю. Я не понимаю, как про себя можно думать. Как можно думать про себя ты не понимаешь? Да, вообще не понимаю. Как можно думать про себя? Ну смотри, Кто я такая в конце концов, да, чтобы про себя думать? У меня же дети. Ну вот немножко же у тебя получается. Если бы я могла сейчас уехать на несколько дней, я бы поехала в горы. То есть все-таки ты можешь думать про себя, что тебе на самом деле хочется. То есть это все-таки про себя? Конечно. То есть, слава Богу, значит, я не совсем все так сложно внутри меня. Но мои мысли и вот то, что я очень много говорю, меня все время сбивают с толку. Как будто не разрешаешь себе взять несколько минут и остаться только сам. То есть у меня паузы вообще не бывают ни в мыслях, ни в действиях, ни в чем. Мы заметили этот момент. То есть это все время какой-то нон-стоп. И этот нон-стоп не приносит нужного результата. Мне кажется, что имея такой резерв вот этих постоянных действий, должен быть финансово оплачиваем. В конце концов. Но не просто так же. Я все время что-то делаю, беспокоюсь, думаю. Еще вот такая тема. Я никогда не делаю просто что-то. То есть я не просто бесцельно даже в магазин пойти не могу. То есть я одновременно делаю несколько дел. Может, это многозадачность, которая рождается? Нет, это просто каждый час моей жизни должен пройти продуктивно. Мы должны строить дома, бам, кофейни, воспитывать детей, кормить и видеть, как просыпается заря. А то вдруг чего-то не успеем. Да. Не додадим. Сесть просто на диван, это не про меня. А лечь? Нет, какое лечь, это спать. Лечь на диван. Это заболеть. Понимаешь? Но это скучно. Я когда сажусь, меня начинают ноги сводить. Конечно, потому что нельзя так, как можно сидеть. Нужно обязательно бежать. Можно мы дадим тебе задание каждый день в течение семи дней лежать дома семь минут на диване? Можно с книгой, но не с сотовым телефоном. Ага. Семь минут. Можно без книг. Не так много. Вот так ты будешь лежать. Вот так ты будешь лежать. Я попрошу Алису. Нет, я поставлю таймер. Мы начали вообще-то с кофейни. Я хочу еще открыть кофейню. Мы должны все время строить бам. То есть это вот какая-то такая внутренний психологический бам. Я устала, но не разрешаю себе отдохнуть, поэтому что? Я открою кофейню. Это же отдых, конечно. Так и есть. Потому что отдых – это вот именно движение, действие. все так и есть. И поэтому тревога возникает. Скорее всего, она меня и сопровождает, что где-то какой-то прорыв есть, но я даже не понимаю. Тревога – это барометр. Барометр того, что что-то не так. Поэтому я и пыталась выяснить, когда она просыпается. Она не просыпается с тобой. Значит, твоя жизнь в целом прекрасно и устраивает тебя. Ты про это и говоришь. И никто не сомневается в твоей искренности. Но она в какой-то части дня начинает просыпаться. Когда кричат дети, когда они орут и делают то, что я хочу. Лен, а если бы ты была царской особой? Так. Давай. Сидеть, думать, мечтать? Я вообще сейчас ничего не сказала и ты уже мне накидала. Сидеть, наконец-то, она бы тогда села, понимаешь, она бы остановилась и начала бы мечтать. Все хорошо, все под контролем. Цветы цветут в правильном направлении. Цапли сидят всегда повернуты в правильном ракурсе. И их есть специальный человек, который фотографирует. Что бы ты стала делать? Я бы хотела все это делать сама. То есть я хочу... Ты бы уволила всех слуг? Да. Я не хочу. Нет, они не уволились. Ты не можешь это сделать, потому что царская особа. Это не принято. Так. В твоем королевстве. Тогда бы я ездила, путешествовала. Обзавелась бы теми людьми, которые доставляли мне только положительные эмоции, то есть которых бы я наполнялась. Мы общались, путешествовали, делились бы опытом. То есть немножечко такой хочется взрослой жизни, взрослого общения. Да. Да? А много сейчас у тебя возможностей говорить не о детях и общаться не только со своей семьей? Я в основном общаюсь с теми, у кого много детей, потому что мне с ними комфортно. И они, те люди, так же думают, как и мы. Вот что бы я делала. Поэтому нашла бы людей, с которыми... Ну, они вообще уже есть вокруг нас. Получается так, что... Подожди, ты когда-нибудь сядешь или нет? То есть ты уже опять куда-то пошла искать еще каких-то людей. Это как с благотворительностью. Нет, да, такого желания наконец остановиться... Нет, я сидеть не хочу. И понять внутренние моменты, чего я хочу. Когда слишком всего много, кажется, что ты мало успеваешь, кажется, что ты не включен, кажется, что нужно еще больше, и это какой-то замкнутый круг. А если наоборот, не искать, где я еще, а наоборот, собраться и сказать, а давайте проведем ревизию из того, что есть. Вот у меня и так, так всего много, но оно такое хаотичное, что, может быть, мы просто сейчас возьмем и немножко разложим это по полочкам. Понять, а нужна ли тебе эта кофейня. Кофейня – это метафора. А нужно ли тебе еще что-то, когда вот этого всего так много, а ты отсюда опять куда-то убегаешь. А это вся, получается, в жизни у меня так все по поводу много. А что именно, сложно решить. Я это начала сопоставлять, да, в плане даже предметов. То есть много тарелочек, кружечек, они все разные. Я порой на них смотрю, просыпаюсь, господи, зачем они мне нужны. Вот, и столько разных, а куда их деть? А выкинуть не могу, они же хорошие. Вот, и так во всем. Этого не было, что ли? Жадность не вот... Какая-то, да, неадекватная иногда даже. Вот. Откуда эта жадность? А вот я с этим давно уже. Я все время должна находиться в каком-то невероятном движении. И всего слишком много, чрезмерно много. Да, да, вот с этим как раз... А нужно ли тебе все это? А, кстати, потом выход... Ну, а как понять-то, нужно мне это или нет? Потом в какой-то момент, когда, видимо, совсем меня, устаю, я начинаю отдавать. Мне сейчас хочется понять, мы все-таки еще ищем какую-то социальную роль, в которую хочется перейти? Или уже не ищем, отказались от этого? А вы нашли главное, получается, то, что я очень большой собиратель. Собиратель эмоций, собиратель красивого, собиратель всего. А почему-то мне кажется, что когда-то наступит тот момент, момент сложности даже, вот, и я вот опа, и всем этим воспользуюсь. Как будто буду готова. Да. Потому что неизвестно, что мне принесет мир дальше, он небезопасен. А у меня все есть. То есть вам говорят, а вот надо посадить морковку, а у меня вот тут она уже растет. она у меня есть. Да, да, да. Вот где бы кофе? А у меня кофейня. Да. То есть про запас. В какой-то степени это так и есть. Да даже не в какой степени, так и есть. Все правильно решение. Пока ты собираешь, собираешь и готовишься к будущему, что возможно это пригодится, спешишь, бежишь и так далее. В этом моменте, здесь и сейчас, жизнь проходит, а ты немножко ее не заметила. Ты не остановилась. Есть такой интересный, его называют антитренд. В психологии называется slow life, медленная жизнь. смысл в том, не то, чтобы сидеть и ничего не делать, а смысл в том, чтобы остановиться, сесть и немножко понять, как мне сидиться, почувствовать, что рядом со мной, да, немножко погрузиться в этот момент. Ты как будто все время в будущем. Я ращу будущее поколение, про будущее. А вдруг цаплю летит, я больше никогда ее не увижу. А у них есть кофейня, а у меня еще до сих пор кофейней нет. То есть как будто ты где-то уже, такой синдром отложенной жизни, а вот здесь и сейчас, вот прямо сейчас, да, не про чувства, не про ощущения и не про то, что важно. И поэтому вот такое распыление. И медленная жизнь – это заниматься тем, что ты делаешь, столько, сколько нужно. Не спешить и не отвлекаться. Когда мы выбираем то занятие, которым мы занимаемся и понимаем, что это сейчас составляет моя жизнь. И другие вещи, да, вот это вот страх упущенных возможностей. у тебя сквозит невероятно. А я хочу, чтобы ты переключилась на радость упущенных возможностей. Потому что, когда мы не пользуемся тем, что для нас чрезмерно, мы можем наслаждаться тем, что мы делаем прямо сейчас. Я просто этой многозадачности уже, наверное, и детей извела. Говорю, вот вы однозадачные. А вот сейчас ключевое слово было «извела». Да, извела. Ты их изводить собираешься дальше? Это цель твоего материнства? Изводить многозадачно. Но им не нравится то, что я хочу, чтобы они, когда ели кашу, думали, что будет дальше. А может быть, просто кашу поедим, Ульян, со всеми вместе? Ну, значит, просто. Вот честно, вот это вот, конечно. Или как научиться? Это все легко сказать, но сложно на самом деле сделать. Что может Ульяна внедрить в свою жизнь прямо сегодня или завтра? Прямо сегодня мы дадим тебе задание. Задание на 21 день. Ты поставишь себе на телефоне будильник пять раз в день. И в тот момент, когда он играет, ты должна остановиться и подумать, что я делаю, что я чувствую, как я себя ощущаю, о чем я думаю. То есть мы вернем тебя немножко в это мгновение, пока ты нигде не гуляешь. И мозг научится возвращаться и здесь находиться. А многозадачность на самом деле это самое сложное для мозга. И теперь я точно знаю, откуда взялась твоя тревога. Как будто здесь не так, и здесь она даже еще и вот это, и тревожно. А вдруг кто? И мы немножко растеряны, как маленькие дети. Просто потому, что мозг реагирует тревогой на то, что он не справляется, он не может этого делать. И твоя задача возвращаться хотя бы сначала пять раз в день в то, что ты делаешь. Читаешь книгу, значит, ты читаешь. Ты думаешь про этого персонажа. Ребенку рассказываешь про цветочек, и вы вместе нюхаете, вы вместе нюхаете цветочек. Ты не думаешь, что готовишь в это время на ужин. Понимаешь? Мы разделяем. Да, трудно. Трудно, да? Очень. Ну, казалось бы, это все просто, да, но... Ты когда-нибудь пробовала такой в жизни применить свои? Нет, не пробовала. Потому что я, когда в детстве даже читала книги, думала совсем о другом. И получается, смотри, то, о чем ты думаешь, тоже не до конца. Некачественно. Некачественно. И читаешь ты некачественно. Еще у тебя появляется тревога, потому что мозгу тоже очень сложно находиться в таком режиме и в таком ритме. 21 дня, я думаю, мне точно будет мало, чтобы замедлиться. Люди, которые немного уходят с синдромом упущенных возможностей, всегда хотят красную таблетку. То есть ты ее выпил и такое раз и все поменялось. Да, все у меня получилось прямо сегодня. А это искусство маленьких шагов. И вот тогда появляется чувство удовлетворенности и как матери, и как жены, и как просто Ульяны. Потому что кроме социальных релей, которых ты набрала миллионы, еще собралась три миллиона набрать, есть просто Ульяна без каких-либо ролей. тебе сейчас стало хоть чуточку легче? В осознании легче стало, но в действиях, конечно же, нет. Потому что я должна этому научиться. А то, чему я должна научиться, у меня вызывает сложность. Как это сделать? У меня смутные чувства, чувства сейчас в голове, поэтому, хотя бы я стала меньше говорить, я думаю, это уже тоже свидетельствует о том, что что-то какая-то... Что чуточку замедлилось. Да, что-то произошло. И, пожалуйста, прими еще раз слова восхищения. То, что ты рассказываешь, я уже захотела переехать к тебе и пожить там недельку. Там постоянно что-то пекут, у них там растут цветы, у них там какие-то прекрасные взаимоотношения. Это же очень здорово. Пожалуйста, найди время просто этим насладиться. Вот вы выходишь во двор, там бегают дети, что-то делает муж, родители, идет стройка, растут цветы, прилетают цапли, все это происходит, а Ульяна стоит с кофе, молчит, пьет кофе и смотрит, и просто наслаждается. Наслаждается. Смотрит. Не бегает вместе, не возглавляет, не говорит, бежим направо, теперь повернули 6.15, бежим налево. Она не командует парадом. Ульяна стоит, пьет свой любимый кофе, смотрит и наслаждается. и наслаждается. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok